сереж мы с тобой в райском саду это действительно похоже на райские кощи хотя мы сегодня говорим о вполне обыденных вещах а именно где нельзя стоять пластиковые окна с вами программа с точки зрения века сергей ельников екатерина жирова и мы говорим сегодня о границах использования пластиковых окон слушай сереж ну интересно потому что ты так много прекрасно рассказывал мне про пластиковые окна что я убеждена что это просто какое-то произведение искусства который можно использовать везде для тебя есть ограничение я тебя не обманывал но границы применения есть у любого продукта у пластиковых окон эти границы тоже есть хотя до их используют в любом климате даже в антарктиде есть окна из профиля века на полярных станциях но есть как минимум две области где применение пластиковых окон если не исключено полностью то по крайней мере серьезно ограничено первое это все помещения которые имеют наклонную крышу вот как здесь в оранжерея так как здесь в оранжерея и вот эту часть вот эту часть зимнего сада или оранжерея из пвх сделать нельзя не спрашивая меня почему это связано со строительной физикой а вот верхнюю часть делать нельзя если ты где-то в рекламе компании которая предлагает пластиковые окна увидишь то что они делают зимние сады но ты можешь знать что может быть боковые поверхности да но от верхней частью все что под наклоном из пластика делать нельзя это как правило стальные или алюминиевые элементы и пластик выполнять исключительно декоративную функцию какие еще есть места где нельзя поставить пластиковое окно пластиковые окна или двери не рекомендуется а в некоторых случаях категорически запрещается ставить помещение где есть высокая температура ну например баня или сауна имеется прежде всего парилка конечно потому что пластик не так боится низких температур как высоких если его очень сильно охладить как это происходит в антарктиде например ну да теоретически окно может немного деформироваться но потом когда температура у нас возвращается в область нормальных таких человеческих значений пластик форму свою восстанавливает а вот если пластик перегреть он необратимо может изменить свою геометрию как бы мы его не усиливали какие вы меры предосторожности мы при этом не применяли и поэтому парилка в бане или сауне но там пластик не будет лучшим решением строго говоря он достаточно быстро покажет свои границы а вот если допустим предбанник такую температуру он предбанник пожалуйста предбанник если у тебя есть если у тебя есть хороший банный домик там есть входная дверь там месте расстались живое помещение то понятно пластик будет очень хорошим решением но если мы берем зону где у нас высокие температуры то пластика в данном случае лучше лучше отказаться хорошо еще какие то есть ограничения пожалуй нет пожалуй нужно в любом случае смотреть еще на требования по максимально допустимым габаритам конструкции это в каждом случае надо отдельно смотреть а так по функционалу пластик используется в любой климатической зоне для решения абсолютно любой архитектурной задачи вот надо избегать только то что находится вверху и под наклоном потому что мы ставим пластик только исключительно в стену вот и помещение где у нас высокая температура во всех остальных случаях пластик будет делать свою жизнь красивая комфортная безопасная в общем одни плюсы абсолютно никаких минусов с вами была программа с точки зрения века сергей ельников и екатерина жирова а в описании к этому видео вы найдете все необходимые контакты компании века а также подробную информацию о том где как и у кого вы можете заказать качественные оконные дверные блоки из профиля века любых цветов видов конфигурации и функциональных возможностей ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и до следующих встреч